с какими итогами в россии компания подошла к своему 15-летию как много вас сейчас и где вы где в основные ваши точки сейчас находятся так чтобы напомнить рынку еще раз насколько глобальная сейчас у вас компания в стране нашей у нас конечно достаточно долгий опыт сейчас в этом стране мы понимаем что мы не сделали так как-то мы начали и понимаем сейчас уже лучше куда надо двигаться а вообще так как рынок так сильно тоже меняется нельзя с этими концептами как с которыми здесь начали но продолжать работать наши фокус достаточно точно сейчас перешел на фокус на на профклиентов мы дальше поддерживаем и развиваем конечно наши активности из розничных клиентов но мы чувствуем себе так комфортно работе с профессиональными клиентами и это принципиально тоже на коне нашего действия но меньше как за кросс кэшн керри оригинальный начали а сейчас туда сильно вернемся но не только в качестве кэшн керри что профессиональные клиенты придут к нам но как и все которые работают с профессиональными клиентами понимаем что доставка это один из ключевых моментов моментов чтобы работать в этом сфере вы сказали что вот когда вы пришли и сейчас что все по-другому как бы можно было бы сделать иначе наверняка вы об этом думали чтобы чтобы нужно было поменять чтобы сейчас например может быть быть на ступеньку повыше как-то мы сюда пришли мы начали с чистым концепт кэшн керри открывались заправь клиентов с карцами доступ только если у вас бизнеса но достаточно быстро поняли что это не стандарт на российских рынок смотря на того что до метро достаточно долго уже действовал и успешно работать но там не будет сильно места для второй игроков в этом сфере и мы достаточно быстро перешли и открывались тоже для обычных розничных потребителей и чуть-чуть отошли от наших корней и начали действовать как гипер мы в как-то в каком-то гибридном системе действовали но сейчас 10-15 лет позже как-то кумуляция концентрация рынок в розничном торговле стал жестче и большие рыбки стали настоящие акули конечно себе как такой маленький сайт как-то как раз если чувствовать себя комфортно это достаточно сложно нам не хватает сильно покупать товары на таком цене как купить наши конкуренты но одно время мы обязаны продавать наши товары на таком цене как требуют наши клиенты ну как у конкурентов а сейчас все-таки если вернуться к розничному покупателя и профессиональному у вас примерно какой процент вот если так сравнить тех и других по оборотам там приблизительно восемьдесят двадцать процентов восемьдесят это битуси и различные клиенты на клиенте там приблизительно 20 процент но сильно растающий процент нарастающий да то есть он получается сначала было больше потом снизился теперь он снова растет что-то вы для них специально делаете то есть вот скажем так нет мы что-то точно делаете что вы для них делаете чтобы их обратно к себе притянуть но у нас высокий квалифицированный модель команды которые работают с этими клиентами у нас есть эти системы которые позволяют там предоставить все эти услуги которые требуются нашим клиентам и у нас конечно этот опыт хотя мы больше не часть этого холдинга этого команда европейская но тем не менее есть этот опыт и доступ к этой информации который требуется чтобы понять как работать с этими клиентами что касается ассортимент то как сейчас с импортом работает тяжелее чем в прошлом году или удалось найти какие-то каналы и оставлять все примерно то же самое но здесь надо шутчут расстелить зеркалос я не только отвечаю как коммерческий директор зеркалоса но я тоже член наблюдательного совета тема global foods который на сто процент занимается доставки товаров профклиентам особо не форика и там ситуация что тут подругая возьмем сначала зеркалос для возничею торговли наша доля импорта в 8 2 2 сектор достаточно низкая мне достаточно большой доля приобретение товара ну покупали через местных дистрибуторы импортеры и так далее и только очень маленький час напрямую сделали поэтому мне столько теряли и там поменять что-то не нужно было что касается бизнес global foods у них есть достаточно большая доля эксклюзивных товаров и импортных товаров и для них это конечно большое преимущество по сравнению с другими поставщиками для фуд сервиса потому что у них всегда и дальше есть все эти товары там ситуация не сильно меняется главная ситуация в рынок b2b такая что как-то начали там все эти нервы играть называемся это так но пандемии потом миссию но это глобальные изменения в рынке и как-то у клиентов поставщиков появились там первые проблемы финансовые проблемы они не сразу могли платить очень много поставщики в серии фуд сервиса банкротились потому что они так краткосрочно были финансированы что им не хватил деньги чтобы снова сделать импорт из-за зарубой решения у глобальфудс такая ситуация не был так как она сестренька нашего бизнеса сестра нашего бизнеса у них всегда был через кэш-пулинг возможности финансировать через нас и это им очень сильно помог дальше выжить продолжать с импортом и так и сегодня они продолжаются с этим работать но рынок фуд сервис он уже стал чище там меньше конкуренты стали и глобальфудс очень сильно растет в этом направлении если говорить про зельгроз то какие вы товары сейчас можете на записи в менте уникальными что есть у вас такое чего больше ни у кого нет ну как направлении такого нету принципиально нету но если мы если мы двигаемся там в бокале и так далее это все у всех как-то в каком-то виде есть но есть конечно направление и ассортимент и по которым мы очень годимся это у нас есть собственное производство мяса мы принципиально кокосы купим разделим производим там от частыми через фарш до колбасами и и и мы производим все это первый большой пункт и в таком качестве как у нас практически в рынок нигде и второй момент это мы сейчас дальше развиваем очень сильно то же производство хлеб у нас есть пекание в одном из наших магазине который производит теста который распространяем в ресторане чтобы из них из него там пикать но свежий хлеб до наших клиентов и тема кулинарии как третья тема тоже очень сильно развивается я слышал только что наших моих коллегов что это везде улетает прямо эта тема готовые еды готовы люди люди уже не так сильно готов но заниматься потратить время в кухне нет они хотят ищут готовые решения не всем доступно идти каждый день в ресторан значит я не идет в супермаркете в больших гипермаркетах или к нам чтобы покупать готовы кулинарии не продукты а у вас взлетает тоже да много давно занимайтесь не не давно мы ладно понятно что один плюс один это плюс сто процент и случится всегда классно но даже в денежном виде у нас феноменальный рост в этой сфере и мы очень гордимся что эти продукты но не только хорошо продаются но они тоже вкусные и качественные а что драйвером продаж можете назвать у себя сейчас в ассортименте как вы думаете зачем к вам вот те самые розничные покупатели идут если можно пойти я не знаю там конкурентом например то есть как вы разделяете но это сектор вопрос и только что тоже в панельной дискуссии большой вопрос почему вообще куда-то идти но если там но продукты везде есть но в таком или ином виде но цена хорошо если твоя цена плохая к тебе никто не идет если хороша ладно ок чек 0 быть лучше чем других очень сложно рома но у всех достаточно высокая доля промо тоже не сказал что это уже так сильно и эффективно работает но рост доля промо по сравнению с прошлым годом это столько процентов что уже никуда расти и каждый рубль который инвестируем там промо акции на поддержка там каких-то продуктов это дает менее и менее эффекты поэтому это наверное тоже не окончительный ответ через промо там привлекать клиента надо держать определенный уровень и я думаю все узнать через чего еще можно работать но это ну разные сервисы комфорт и конечно люди имел сложно персонал но всем сейчас сложность персонал не только в торговле конечно но да нам тоже достаточно сложно конкуренция хороших за хороших сотрудников достаточно высокая чем привлекаете какие у вас может быть какие-то условия особенные есть которые но за держать конца концов все знают от других сколько они там платы заплаты это такой но ты в ринге или тени в ринге значит если тени в ринге с тобой уже говорят не будет но принципиально сейчас что требуется там гибкий режим работы но это в магазинах достаточно сложно потому что на кассе надо человек чтобы выполнить положить товары на полке надо человек но тем не менее можно строить график так что чтобы дать сотрудникам такие возможности виде заплаты это тоже элемент через который можно играть но не забываем что тоже достаточно важно это но soft skills как мне относится к нашим сотрудникам что мы делаем что он чувствует себе комфортно мы просто ему скажем сделай или мы ему скажем конкретные задачи конкретные цели он понимает зачем он это сделает и зачем почему он использует свое время с этим заниматься мы помогаем ему мы подготовим наши сотрудники чтобы они были способны с этим заниматься и это случается как мелкие логичные детали но честно говоря не все с этим так занимается и мы думаем что если все эти элементы хорошо играешь так то все хорошо ваша стратегия развития вот дальнейшая ближайшая на чем сейчас сфокусирована куда пойдете это достаточно хороший вопрос особенно смотря на того что год назад еще больше чем год назад мы принципиально вышли из состава международная холдинга и с этого мой плаваем свободно но год назад точно не мог ответить на этот вопрос там были просто цель выживания сейчас чувствуем себе уже более комфортно но все я думаю уже не живет в таком периоде где мы говорим но через два-три-четыре-пять лет знаем что делим нет меня точно не знаем это но у нас есть точное понимание на чего надо фокусировать особенно как то у тебя есть только определенный бюджет который может инвестировать ты его лучше потратить так чтобы максимально эффективно а наши фокус это держит этот уровень розничной торговли который есть через наши активности через программ лояльности и так далее и дальше сильно инвестировать в направлении работы с профессиональными клиентами потому что там и себе чувствуем достаточно комфортно там есть требование от клиентов что мы там присутствовали участвовали и дальше работали а географию расширять не планируете а через зелкоз актуально нет и но через global food став открываем новые регионы а где но тоже не могу сказать но когда хотя бы тогда когда в этом году следующем следующем ну ну уже сентябрь что вдруг мы к декабрю к новому году чтобы сказать по-другому мы сейчас только что принимаем решение сделать такие инвестиции которые требуют требуется а еще достаточно сильно дальше расти и поддерживать этот рост ладно удачи вам в любом случае спасибо спасибо спасибо